Добрый день. Что он сделал? Если он сам смог добиться в жизни или в военной службе, или в производстве, значит, он тогда может достойно быть депутатом, так как это уважаемый человек. И, значит, он своим примером может показывать и другим, так как надо работать. Прежде всего, это деловые качества депутата. На первый план я их ставлю. Отдать свой голос за того или иного кандидата в депутаты на первом избирательном участке могли порядка 1380 жителей областного центра. Те, кто зарегистрированы и проживают на улицах, прилегающих к музыкальному колледжу имени Ширмы. Как показывает практика минувших избирательных кампаний, люди активные и ответственные. К примеру, без малого 30% от общего числа свой выбор сделали досрочным. У нас участок ответственный, активный. Здесь очень много новых домов, много жителей, молодые семьи. Идут прямо с детьми и с колясками, прямо сюда заходят, голосуют. По мере того, как они приходят, у нас тут и музыка звучит, и коллективы, и солисты. Голосуют достаточно активно. За порядком и законностью на избирательных участках Брещина следило более 4,5 тысяч наблюдателей. Есть среди них и люди с опытом, и те, кто в таком качестве на выборах впервые. Пока впечатление хорошее. Да, я в первый раз на выборах. Моя работа стоит в том, чтобы наблюдать за правильным, скажем так, исполнением своих обязанностей членов участковой комиссии, за правильным ходом голосования. Несмотря на серьезность момента, есть немало тех, кто считает, что выборы – это праздник. Тем более, что организаторы стараются создать на участках особую атмосферу. На некоторых, к примеру, звучит музыка. Классическая и не только. Почему пришел с утра? Я вот тут шел, и как бы с моим другом был разговор о том, что нужно пойти на выборы. И на выборы нужно пойти. Почему? Потому что право, которое мы получили, скажем, не мы, а получили наши родители когда-то, чтобы самим определять свою судьбу, даже в таком малом, казалось бы, деле, оно может превратиться в ничто, если мы им пользоваться не будем. Песни встречали выборщиков и на участке, расположенном на базе 20-й Брестской школы. Некоторые избиратели, к слову, оставались просто послушать музыку, уже после того, как опустили бюллетень в урну. За рекой, за широкой рекой, вверх лет разлил туман молоком, ходит милая поросе пасеку. Достаточно бойко и ничего, что ранний утренний час процесс голосования шел и на избирательном участке номер 70, его место расположения общежития для работников предприятия «Савушкин продукт». Однако своим избирательным правом здесь могли воспользоваться жильцы не только этого дома. У нас участок номер 70, включает в себя часть домов Партизанского проспекта, три дома Советской Конституции, Янки, Купалы, общежития. Но зарегистрировано на данный момент 2012 человек. Значит, на досрочное голосование, которое проходило с 13 по 17, у нас проголосовало 558. Это где-то 27,7%. Важный атрибут всех избирательных участков, что называется для души, точки продажи общепитом. Торговля была организована на территории всей области. На 70-м участке имела свой колорит с уклоном на продукцию крупнейшего молокопереработчика. Возвращаясь к непосредственной теме сюжета, можно смело сказать, белорусы свой выбор сделали. Совсем скоро новые народные избранники приступят к выполнению своих должностных обязанностей, чтобы на деле оправдать оказанное доверие.